Мы поговорим о ценностях и смыслах, стремлениях и целях в КПТ. Поговорим не с кем-нибудь, дамы и господа, а с доцентом кафедры психотерапии, клинической психологии и сексологии Медицинского университета Мечникова, членом Международного консультативного комитета Института БЭКа, членом правления Исполнительного совета Международной ассоциации когнитивной психотерапии, вице-президентом Российской психотерапевтической ассоциации Дмитрий Викторович Ковпак. Эти аплодисменты, разумеется. Спасибо большое, Никита, за такое теплое представление и за действительно возможность теперь выступить не только в качестве соведущего, но и спикера. Участь организатора – это оставлять свое участие в более скромном формате, и поэтому, к сожалению, воркшопов или каких-то тренингов сейчас на этом форуме мне не доведется сделать, но все-таки час для себя мне удалось в расписании найти, и с удовольствием поделюсь теми мыслями, которые меня волнуют в хорошем смысле слова и часть коллег и наших отечественных и зарубежных. Поэтому начать я хотел бы именно с того, что в этом году, 18 июля, мы впервые отметим день рождения Аронобека без самого Аронобека. И это целый век, который прожил этот человек. Вы помните, как мы на прошлом форуме поздравляли его с днем рождения. Очень много теплых слов он передал через Джуденбек благодарности в переписке в ответ на письма. Мы с ним продолжали переписываться до самой его смерти. Он тоже очень тепло отзывался и каждый раз подчеркивал, что очень рад, доволен и благодарен тем, что в России активно развивается когнитивно-поведенческая терапия. За этот век Аронбек оставил богатейшее наследие, и, конечно, в этой аудитории, которая приехала на Сибити-форум, не нужно рассказывать о том, сколько всего замечательного сделал этот человек. И вчера от Алина Миллера мы слышали, как много еще контекста, который нам предстоит осваивать, и социальные различные проекты, которые делал Тимбек, и образовательные, и так же, как Элис оплачивал обучение талантливой молодежи в школах, где преподавали в том числе и РЭПТ, так же и когнитивная терапия тоже, БЭК это не афишировал, но развивалась активно не только в формате терапевтическом, не только в формате таких социальных программ и поддержки, но и обучение молодежи таким возможностям критического мышления, рационального мышления, в хорошем смысле слова, и осознанности. Поэтому в моей жизни БЭК оставил очень большой след в жизни большинства из нас, и мы, и Джудет БЭК, и Институт БЭКа, и я, как представитель International Advisory Committee, Международного консультативного комитета, хотели бы, чтобы вот эта память превращалась не только в статьи или выступления, не только в формальные какие-то вещи, но и в здравицы, помня о этом великим человеке, но и в какие-то практические реальные дела, помощь нашим клиентам, пациентам, людям, которые в ней нуждаются. Поэтому, если что-то будет приходить к вам в голову, мы разослали письмо, мы сделали объявление на нашем сайте, большая просьба от самой Джудет БЭК, которая и через Алины передала, и в письме непосредственно, и вот в этом обращении со своего сайта, и через членов этого консультативного комитета, какая идея придет вам в голову относительно, как можно показать вот эту память, наглядно присоединиться к чествованию 101-го дня рождения института БЭКа. Мы открыты этому взаимодействию, мы готовы выслушать ваши предложения, что бы еще интересного и творческого можно было сделать. Мы тоже готовим ряд таких ценных для нас вещей, неких таких приятных, мы надеемся, сюрпризов. Одним из них мы поделимся в завершение нашего форума. Завтра мы отменили, как вы понимаете, по понятным причинам все наши развлекательные мероприятия, все какие-то интерактивные моменты, которые обычно насыщают наши программы. Ну, небольшой фильм, посвященный БЭКу, буквально такие воспоминания о нем мы все-таки хотели вам показать. Это очень короткий мини-ролик, но в контексте этого ролика нам хотелось бы, чтобы вы задумались тоже о 101-м дне рождения БЭКа. Может быть, что-то придет вам в голову, и мы как организация будем рады здесь вас поддержать. Поэтому в контексте наследия БЭКа хотелось бы подчеркнуть, что ценности, вы помните, вчера Ален в своем докладе говорил, когда он спрашивал БЭКа, что же квинтэссенция КПТ, что же самое главное без вот этого секретного ингредиента КПТ-Б не было, то, как ни удивительно, БЭК, не задумываясь, как подчеркнул Ален, сказал, что гуманизм. То есть то взаимодействие, о котором сегодня только что был круглый стол, человек-человек, обращение к личности, видеть личность в нашем клиенте и пациенте, а не выгорая деперсонализированно, дегуманизированно взаимодействовать. Поэтому, несмотря на структурированность КПТ, несмотря на такой четкий алгоритмизированный подход, все равно важно, чтобы за схемами, алгоритмами, таблицами и протоколами мы видели личность, мы видели человека, и мы взаимодействовали в этой системе человек-человек. И еще один уход из жизни, еще одна потеря для нас, как я уже говорил в начале, 5 мая ушел из жизни Андрей Владимирович Грездилов, это профессор, который большую часть жизни занимался психоонкологией, и он был инициатор создания и руководитель первого в России хосписа, хосписа в Лахте, который стал примером для открытия уже многих хосписов в нашей стране. И вот у постели такого умирающего пациента, буквально как Ибн Сина в свое время, он пытался показать, на что может опираться человек даже в таком тяжелом положении. И вот здесь много очень перекличек, я не стал все фотографии с Беком размещать в презентации, но мне сразу как картинка всплывает в памяти насыщенный предпандемийный год, после этого уже, к сожалению, очные встречи завершились, но в 2019 году, и Бек отметил свое день рождения, и посчастливилось участвовать в этом, и институт отметил свой юбилей. И вот этот четвертьвековой юбилей символизировал такую веху в развитии института, и Бек рассказывал о том, как следующие 25 лет будет развиваться когнитивно-поведенческая терапия, какие планы есть и у института, и у него самого. Ну и, конечно, коллеги тоже когнитивно-поведенческие терапевты, но все-таки сомневались, а стоит ли строить такие планы на следующие 25 лет, стоит ли так далеко загадывать, стоит ли вообще в таком возрасте уже почти в 100 лет, как тогда было, говорить об этих планах. И Бек как раз делился тем, что преодоление вот этой выученной беспомощности, но самое главное, безнадежности, безысходности, это некая траектория движения вперед, даже если тебя не будет. И вот наследие Бека для него это было самым таким жизнеутверждающим и жизнеподдерживающим для него самого и ценным, почему у Бека не было клинической депрессии, хотя многие подозревают, что он столько лет не просто так работал с депрессией, даже в свои 100 лет, потому что он видел и ценность того, чем он занимался всю жизнь, и что это ценно для других людей, и видя в своих учениках, видя в своих последователях развитие того дела, которому посвятил всю жизнь, вот он так улыбался, как на предыдущей фотографии. И вы видите, как Андрей Владимирович тоже улыбается, потому что для него вот это острое понимание ценностей, смыслов, которые человек вкладывает в свою жизнь или теряет их, было таким образующим в том, что мы в когнитивно-поведенческой терапии, в психологии называем резилиенс, жизнестойкость. И Андрей Владимирович и Аарон, или Тимбек, как его звали друзья, пример такой жизнестойкости в разных жизненных обстоятельствах. Артур Фриман, пример такой жизнестойкости, и десятки других наших коллег, тоже такие примеры. Ну, о том, какой стоит Ален Миллер, мы уже вчера с вами говорили. Поэтому я вспоминал и вчера говорил, но, может быть, сейчас в более расширенном контексте, повторюсь, какую статью на научную конференцию, научно-практическую, прислал Андрей Владимирович вместе со своими коллегами. Я поделился топиком, даже если нам завтра умирать, мы сажаем картошку. Тема ли это для научной конференции? Но Андрей Владимирович дальше в тексте с коллегами пояснял, что это самая, что ни на есть важная тема для понимания практики клиники Неврозов, где проходила эта конференция, для понимания психотерапии и для понимания той работы, мощной, очень сложной, которую вел хоспис под его руководством все эти годы. И продолжая уже просто в качестве консультанта, он вдохновлял десятки специалистов каждым своим визитом. Поэтому Андрей Владимирович тогда с коллегами раскрыл вот эту важную идею, касающуюся ценностей, смыслов и в связи с этим цели и задач. Даже у человека в терминальной стадии. Если мы вспомним Виктора Франкла и его фразу, когда он перефразировал Ницше, а Ницше перефразировал Даосов, говоря о том, что человек выдержит любое как, если понимает зачем. И контекст когнитивно-поведенческой терапии выясняется очень гуманистически, потому что нам важно соприкоснуться вот с тем конфликтом, который есть у человека и который связан, на мой лично взгляд, очень тесно с когнитивными искажениями, но не на таком примитивном уровне, когда мы смотрим кодекс этих искажений, где их тысячи и сотни клинически значимых, а в целом на то, что человеку свойственно ошибаться, и он может легко сбиться, и сам себе в этом поможет и окружающий, окружающий, и контекст социальный может здесь в этом ему помочь. И поэтому, конечно, важно периодически вот так сверять часы, компас, карты, в том числе и когнитивные. И вот мне кажется, что профессор Угнездилову удавалось это сделать своим, часто метафорическим таким языком, потому что многие его знают, а может быть, в некоторых случаях даже и не знают наши клиенты и пациенты, как доктор Балу, который написал много интересных книг, наполненных живыми ценными метафорами. Поэтому в этом контексте и хотелось бы поговорить о ценностях, которые Андрей Владимирович, который Аронбек, который Артур Фриман и другие наши известные когнитивно-поведенческие терапевты использовали блестящее для того, чтобы помогать людям, особенно в таких сложных жизненных обстоятельствах, кризисах, конфликтах, потерях, где очень легко сбиться, очень легко потерять этот смысл, очень легко буквально в экзистенциальный кризис войти в связи с этой потерей. И когнитивная модель сегодня, мы понимаем, что это лишь такое первое наше прочтение ее, дает нам возможность, может быть, сначала на поверхности очень технически войти в это поле когнитивное, войти в психику человека, или как сегодня обсуждалось на круглом столе, что личность выступает таким окном входа. Для нас это процессы, и когнитивные в том числе процессы, это такая возможность войти в это поле психических процессов и стать сотворцами там, совместно с нашим клиентом. Поэтому как восприятие информации, обработка и переработка информации, как некие указания, которые мы себе даем, буквально некие инструкции, которыми мы наполнены в виде осознанных и неосознаваемых правил. Наша задача, чтобы человек увидел, что есть некие системообразующие процессы, которые касаются в том числе и глубинных убеждений, и схем, и значимых событий жизни и детства, которые структурировали и мышление, и поведение человека, и его психику интегрировали определенным образом. Поэтому наша задача увидеть за этим некую агглютинацию смысла, как это в отдельных направлениях именуют, как вот это отношение к себе, я-концепция, отношение к другим, отношение к миру формирует мировоззрение в прямом и переносном смысле слова. То, как человек видит мир, то, как человек видит других, он видит через призму этой я-концепции. И там смыслы кристаллизуются, в ценности, и они образуют уже систему целей и задач. И, увы, и на этом пути могут возникать погрешности, поэтому, казалось бы, выглядит это как примитивный такой анализ. Мы расщепляем психи, душу человека на какие-то элементы, что тоже является моделью или химерой с точки зрения трактовки, что тоже является некой условностью, как сегодня Сергей Александрович на круглом столе подчеркивал. Да, это модель, это условность, но Иван Петрович Павлов тоже говорил, что рефлекс – это, конечно, химера, но очень полезная, которая помогает понять то, что происходит с человеком функционально, структурно, и помогает помочь человеку измениться. И вот та теория изменений, которую мы пока не имеем в каком-то оформленном, завершенном варианте, о котором также упоминал Сергей Александрович, мы видим пока в виде таких возможностей состояния и процессов, которые мы можем и анализировать, и синтезировать. То есть следующий после анализа у нас этап – это синтез, который тесно связан с вершиной диагностики, концептуализации нашего клиента. И вот концептуализация, которая в институте Бека уже долгие годы, еще до выхода первой книги 93-го года, первого учебника Джудит Бек по когнитивно-поведенческой терапии, еще в 80-х, общаясь с отцом, Джудит Бек уже представила такую обновленную концептуализацию по сравнению с той, которая была у ее отца, и это их совместный труд. Мы видим проблемную ориентацию этой концептуализации. То есть ставка и в психиатрии, и долгое время в психотерапии была на то, чтобы избавить человека от страдания, но посмотреть, как это страдание образуется, посмотреть, как это страдание функционирует, проанализировать его буквально до элементов и понять эти связи. И поэтому проблемная ориентация в концептуализации, безусловно, очень важна и сохраняет свою значимость также и в третьем издании книги Джудит Бек. Но идея не то чтобы нормы, но идея альтернативы, что же является тогда условно здоровым, адаптивным, функциональным, полезным, вот что привнесено после прояснения того, как человек, опираясь на свои я-концепции и глубину убеждения, в первую очередь, в виде таких представлений о себе, которые мы привыкли категоризировать, превращается во вторую сторону медали. Обратная сторона проблемы – это решение. И вот человек-носитель одновременно не только вопросов, но и ответов, не только проблемы, но и ее решения. И это один из таких волшебных ключей Бека, которым он щедро с нами поделился еще до даже появления этой strange-based conceptualization. В процессе того, как он концептуализировал еще в 60-х когнитивно-поведенческий подход, начиная с когнитивной терапии, он показывал, что у человека, конечно, есть вот эти заблуждения. Но раз он смог так заблудиться, значит, у него есть ресурс не только дойти туда, куда ему не нужно, но и пойти в другом направлении. Потому что это тоже ресурс так страдать, так, не знаю, выгорать в одном случае, так тревожиться. И поэтому наша задача помочь человеку обратить внимание и на тот опыт, который у него есть. И часто он игнорирует его в свете именно фильтров, которые в случае депрессии являются депрессогенными фильтрами, в случае тревоги, тревогогенными или фобогенными. Ну, например, тревогу может вызывать черный экран у спикера, у докладчика, что же мне теперь рассказывать, как говорится. Но мы-то знаем, что все, так сказать, в голове, поэтому наши схемы, наши концепты, они, безусловно, с нами. Поэтому у каждого уже, наверное, хорошо отпечаталась и проблемно ориентированная концептуализация. Но чуть добавить туда слово адаптивное, и вот вам обратная сторона медали, обращая внимание на которую, мы можем помочь уже человеку увидеть, что он не беспомощный, что это не безнадежная ситуация, что у него есть решение. И лучшая формулировка этого решения языком описания клиента. Психолингвистика, о которой сегодня Равел Кайсич Назыров упоминал, что у психотерапии еще есть вот такое будущее через лингвистическую форму, она изначально была важна для когнитивно-поведенческого направления. И вот Равел Кайсич говорил, что на многих мероприятиях, которые в том числе институт Кровосарского проводит, мы обсуждаем и касаемся истории Альфред Коржипски, вдохновитель не только Альберта Эллиса, но и многих других когнитивно-ориентированных, когнитивно-поведенческих терапевтов, знакомый нам как автор фразы «карта не есть территория», автор общей семантики и отношения с языком для него имело первостепенное значение. Так вот, те концепты умозрительные, которые касаются в том числе вторых сигналов по Павлову, как он с помощью сигналов-сигналов структурирует для себя реальность. Иногда эти паттерны языковые, эти конструкты языковые заслоняют эту реальность не только внешнюю, но и внутреннюю. Человек не помнит о своих успехах или обесценивает их, человек игнорирует свое прошлое или даже возводит напраслину на себя и свои ресурсы. И задача психотерапевта собрать и эту информацию, показать в том, чем делится с нами клиент, чем делится с нами клиент и его возможности, и его достижения, его способности и даже навыки. И, например, Насрад Пизишкян делает это в метафорической форме, очень ярко подчеркивал позитивные психотерапии такие инструменты буквально, которые тоже касаются языковых игр и ловушек ментальных с их помощью, но и выходов ключей для того, чтобы выбраться из таких ловушек. Поэтому стрейч-бейс концептулизейшн это вариант ориентации на сильные стороны, вариант ориентации на ресурсы, которыми обладает каждый из нас и каждый из наших клиентов. Поэтому две стороны медали представляют из себя уже более холистический подход к концептуализации наших клиентов, более целостный, который помогает нам уйти от симптома без попыток его редуцировать, как сегодня, опять же, коллеги подчеркивали, что вот личностно-ориентированная терапия везет личность, а не только симптом, а КПТ, ну, в плохом исполнении, правда, они это подчеркивали, пытаются только редуцировать симптом. Поэтому, конечно, как Раэль Каисович метафорически сказал, когнитивные колотушки, которые забивают симптом, не должны нас прельщать, помогать клиенту необходимо, но не только в перспективе сиюминутном, но и с видением перспективы последующей. То, что Элис называл разницей между краткосрочным и долгосрочным гедонизмом, но не противопоставляя их, а говоря о гедонистическом исчислении, которое он взял у раннехристианских философов, между прочим, показывая преимущество этой осознанности без вот такой конфронтации, а наоборот призывая к интеграции более холистическому взгляду. Поэтому strange-based conceptualization это следующий шаг в эволюции когнитивно-поведенческой терапии, в первую очередь в ее диагностике, но и в направлении терапии. То есть терапия, ориентированная на восстановление, как раз и призывает видеть эту ресурсную базу даже очень сложных пациентов. Книга Бека, последняя его монография «Перед уходом из жизни», после этого он еще выпустил статьи, но вот именно завершенный такой фолиант монографии, посвящен терапии тяжелых ментальных расстройств, именно с помощью CTR, когнитивной терапии, ориентированной на восстановление, вместе с коллегами он проделал большой труд многолетний для того, чтобы презентовать такую эволюцию когнитивно-поведенческой терапии, где даже с пациентами с тяжелыми ментальными расстройствами и нарушениями все равно речь идет о ценностях, стремлениях или устремлениях, о их ресурсах и возможностях. Поэтому этот акцент помогает справиться не только с текущими симптомами, но и показать ради чего нужно справляться, работать с мотивацией, работать с перспективой, работать с я-концепцией в том числе. И поэтому здесь не просто такой акцент на положительном опыте, буквально продавливая даже там, где его нет или искусственно создавая, то есть не в варианте отечественной, ну или вообще мировой шутки писаться не перестал, но теперь этим горжусь. То есть не в попытке заставить человека искусственно видеть хорошее в плохом, а в попытке как раз более качественного осознания этого ресурса. Поэтому вопросы, которые, казалось бы, экзистенциальные, из экзистенциальной терапии к нам пришли, они как раз ориентируют человека, выстраивая вот эту перспективу, о которой говорил и Арон Бек даже на юбилее своего института, что важно видеть это будущее, вот это лекарство от безнадежности, беспомощности и безысходности, в том числе от таких суицидальных тенденций. Что для вас важно и сейчас, и в будущем, и что вы можете сделать уже сейчас для того, что вам важно. Чего вы хотите от жизни, то есть остановитесь, выдохните, там, не знаю, майндфулнесс сделать и пять минут, чтобы доехать до этого стула, а не только формально отбыть на сеансе. Будьте со мной в непосредственном контакте, а потом постарайтесь оказаться в непосредственном контакте с самим собой. Это работа любого терапевта, любого направления. В гештальте, прерывании этого контакта, в психоанализе, ментализация, возможности осознания очень многих значимых для человека вещей тесно связана с тем, чтобы он был в контакте со своими ценностями. Иначе это будет подмена обществом потребления, манипуляторами вокруг или какими-то его физиологическими или физическими нарушениями, сводящие все только к редукции конкретного симптома или к редукции конкретного дефицита или проблемы. Поэтому ситуации, на которых наши клиенты настаивают, что это очень важно, кто-то подрезал на дороге и я должен ему доказать и здесь вопросы у вас был план с утра стать добровольным помощником ГИБДД, обучая водителей на дороге правилами. Или как Алим Милю привел пример тоже про подрезание, что действительно ли этот человек так задумал против вас персонально совершить вот такой акт вандализма или агрессии. Поэтому мечтали ли вы действительно в детстве как можно больше работать? стать такими трудоголиками, не уходить оттуда с этой работы? Мечтали ли вы так напрягаться, делать важным все вокруг, переживать из-за всего, что происходит? То есть может быть у вас были какие-то другие мечты? и это не похоже на когнитивно-поведенческую терапию, это не похоже на то, чем мы привыкли оперировать с такими конструктами, инструментами, но это когнитивно-поведенческая терапия в расширенном понимании, когда человек в контакте со своим мышлением не только поверхностными мыслями, потому что с чем у нас проблема в психообразовании при первых встречах с нашими клиентами, когда мы говорим, что есть еще мысли, которые могут повлиять на ваши эмоции, клиенты говорят, у меня нет никаких мыслей, меня сразу накрывает каким-то аффектом, раздражением на начальника или там партнера, супругу, обидой, гневом, страхом, паникой, но это же не только речь о тех сознательных, произвольных мыслях, это вся структура мышления, где и убеждения, и мировоззрения являются такими имплицитными составляющими, поэтому мы анализируем через когнитивную модель некие релевантные значимые примеры и проблемообразующие и ресурсные помогающие для того, чтобы человек увидел специфику этого мышления и отталкиваясь от поверхностных каких-то вещей мог двигаться дальше к осознанию более сложных и более важных, но инструментарий сохраняется, мы помогаем и на этом уровне увидеть специфику мышления, просто опираясь на предыдущий опыт, поэтому что у вас получилось, что у вас хорошо получается, что бы могло быть таким стимулом для вас от минимальных вариантов поведенческой активации для депрессивных пациентов до решения экзистенциальных кризисов, проблем выбора или условного кризиса среднего возраста или проблем в отношениях, поэтому устремление вроде такой странный термин, который сложно измерить линейкой, анализом крови, ЕМРТ, но это посыл, это драйв, это мотив, который помогает человеку видеть это зачем, чтобы просыпаться с утра, действовать, и вот если эта нить связующая разрывается, то очень сложно человеку опираться и на свою ресурсную базу и просто физически заставлять себя что-то делать, и мы часто пропускаем вот эти в космологии струны, теория струн, что же держало такой психологический скелет человека, что же держало его в ресурсном состоянии или в форме, и что же сломалось, что же развалилось, поэтому в CTR теперь струны, связующие прошлое настоящее и будущее, устремления и ценности, смысла и цели являются таким вариантом модернизированной когнитивной оптики, чтобы мы не только через когнитивную модель, а мы знаем по статье 2014 года двойная когнитивная модель, где двойная обработка информации, и первичная, быстрая, автоматическая, и более сложная с рефлексией, так вот эта рефлексия опирается на я-концепцию, через призму самого себя, человек смотрит и на себя, и на других, и на окружающую действительность, и вот что там в центре, и в зависимости от того, опять же, как эти устремления в будущее, еще в 60-х, Бек, говоря о негативной триаде депрессии, о когнитивной триаде депрессии, говорил, негативное отношение к себе, негативное отношение к текущей действительности, включая значимых других, и будущему, обрывает вот эти устремления. Я плохой, мир плохой, люди вокруг так себе, или, мягко говоря, не очень, и что меня ждет в этом мире? Цепочка страданий с неизбежным фатальным концом. Так вот, устремления, которые обрываются, это такой условный патогенез, даже и в лично ориентированной патогенетической психотерапии по Бесичеву, Кровосарскому, Виктору Анатольевичу Ташлыкову, которая сегодня присутствовала. И Борис Дмитриевич и Виктору Анатольевич очень тонко, как опытные специалисты, чувствовали клиентов. И Виктор Анатольевич до сих пор поражает клиентов, ну, они все это списывают на гипноз, которым он владеет, мастерский, эриксовский. Но это именно тот опыт понимания клиента, открытости и возможности выстраивать такой личностно-ориентированный диалог. Так вот здесь мы с помощью технологии когнитивно-поведенческой терапии можем становиться более персонализированными, персонифицированными и личностно-ориентированными когнитивно-поведенческими терапевтами, если будем и слышать, и слушать, и понимать клиента, задавая ему вопросы не только про симптомы, но и про его систему ценностей, про его систему взглядов на себя других и мер, и про его перспективу. Что же ты хотел до того, как заболел, и что же ты сейчас хочешь, кроме того, что избавиться от этих симптомов? В некоторых случаях человек молчит в ответ на это, и тогда мы можем проективные методики даже в диалоге Сократа использовать как направляемое открытие, гайда, дискавери. Ну, давай смоделируем тогда модели для нас наше все по Альберту Бандори, подспорье, которое помогает нам видеть горячий стул в гештальтерапии или психодраму как когнитивно-поведенческий инструмент, в том числе, через работу с проекцией, как механизмом общепсихологическим, а не только психической защитой, психологической защитой по Фрейду и психоанализу. То есть, вот эта проекция в будущее, а что тогда было бы, если бы ты этого достиг? Как бы ты себя ощущал буквально? И Виктор Антонович, задавая такие вопросы, ну, кто знает его лично, может вести в транс за пять минут. Когда Виктор Антонович вел кафедральное, люди цепенели. Не потому, что им было страшно, а потому, что он так это рассказывал, так говорил и ставил такие вопросы, сам находясь, правда, тоже в трансе чаще всего. Так вот, мастерское такое владение этой технологии показывали все профессионалы независимо от направления. Перлс, Морена, Элис, Бек, Фримен. Мы видим, что здесь это то, что объединяет нас разных направлений специалистов, потому что здесь мы показываем буквально вот этот контакт с внутренней реальностью, с квалия, как ты можешь свои ощущения в виде модели собрать и как ты можешь себя сориентировать на то, что поможет тебе достичь вот этой более осознаваемой тогда цели, состояния, задач, которые необходимо решить и которые ты можешь применить прямо сейчас. Поэтому на практике CTR это как раз выявление тех задач, а уже не только проблем, потому что мы двигаемся от общего к частному и потом снова от частного к общему и по диалектике, и по дидактике. Поэтому здесь современная, сегодняшняя когнитивная терапия, когнитивно-поведенческий подход видит вот эти возможности формирования устойчивости, резильентности или вот самого понятия резилинс, жизнестойкости за счет такого планомерного выстраивания осознанного сначала в ручном режиме тренировки адаптивных стратегий мышления и поведения и даже эмоционирования. Здесь мы можем вспомнить нашего коллегу Роберта Лихи с его теорией и моделью и школой терапии эмоциональных схем, с его теорией даже эмоционального поведения в определенном смысле как привычек, как неких шаблонов и стереотипов вести себя определенным образом. И вот работа с любыми состояниями, в том числе стрессовыми, что очень актуально для периода пандемии, для произошедших после событий. Это работа с системой убеждений, так же, как и сегодня упоминавшаяся система отношений, это тоже часть этой системы убеждений. Как я отношусь к себе, другим миру, как я отношусь к значимым для меня людям. Это не только внешние отношения, но это в первую очередь отношения с самим собой. И вот через их призму уже суждения иногда от слова суд. И вот здесь выйдя, например, с помощью mindfulness, ну с одной стороны простой методики, с другой стороны сложной многовековой традиции медитации за пределы собственной я-концепции. Медитация помогает хотя бы на время растворить вот эти условности, которыми мы себя очертили и загнали в жесткие рамки шаблона восприятия окружающей и внутренней действительности, восприятия себя. Исключительно языковая игра и ментальная ловушка в случае проблемы, расстройств. И вот здесь наша задача выйдя за пределы этих ловушек, помогать уже работать не только с проблемой и решениями, но и с конкретными задачами. И вот эти задачи становятся понятными на том уровне осознанности, на котором находится наш клиент, если мы используем и его язык описания, и на этом языке описания доводим технологию, как работать по такой модели. И тогда для большинства наших клиентов, выходя за рамки ярлыков нозологий, потому что мы можем сразу махнуть рукой на то, что раньше называлось психопатия, сейчас расстройство личности, то, что раньше мы описывали как какие-то процессуальные заболевания или уже там дефекты, даже с этими пациентами, с органическими заболеваниями, с тяжелыми ментальными нарушениями, если мы найдем этот язык описания, если мы найдем комплайнс и переведем его в форму уже терапевтических отношений, мы можем увидеть, как далеко мы можем продвинуться, работая с такой здоровой частью. И пример профилактики в такой приступный период между тяжелыми психотическими эпизодами с пациентами, с психозами и с императивными галлюцинациями и бредом наши коллеги из Британии, из Манчестера показывают, как это работает даже на таких тяжелых пациентах. Поэтому генеративная когнитивная модель говорит именно о процессе формирования, генерации, генезиса, того, как человек формирует на основе своего опыта некое его описание. И поэтому не только ровно то, что случилось в детстве или в последующий период, а то, как мы к этому отнеслись, концептуализировали уже через свою концептуализацию, призму своей картины мира, картины себя и взаимодействия с другими. Вот это сохранилось в памяти, вот это в автобиографической памяти и становится субстратом и основой для я-концепции. И вот через призму уже этой модели мы воспринимаем окружающую действительность. Вот фильтры, через которые мы смотрим. В первую очередь это такой эго-фильтр. И вот это эго пресловутое, с которыми и буддисты, и христиане, и когнитивно-будистические терапевты, и гештальтерапевты, и психоаналитики все ломают зубы, может быть нашим союзником, а не только сопротивленцем и избегальцем. Поэтому увидев и в статье 2014 года Бэк с коллегами описал это расширенно, у нас на сайте ассоциации вы можете познакомиться с полным текстом этой статьи в русском переводе, описал, на что мы опираемся, на прото-схемы, которые были по сути выкованы обстоятельствами, в которые попал шайк, но они, эти обстоятельства, нам неизвестны, и их даже сам клиент, пациент может не вспомнить, но они превратились в нарратив, в рассказ об этих обстоятельствах, и в нарратив о себе в связи с этими обстоятельствами, какой я беспомощный, непривлекательный, никчемный, тупой, злой, мусор, токсичный, недостоин жизни, и этот рассказ преследует дальше человека, а уже не сами обстоятельства. Так же, как и травма, не все, кто прошел через Вьетнам, Афганистан, Чечню или Ирак, приехали с ПТСР. И вот здесь резилиентность, это в том числе и субстрат, на который упали внешние обстоятельства, ужасы, с которыми сталкивался человек, прошли через призму его я-концепции. И вот сенсибилизированность и сенситивность, чувствительность этой модели определяет степень травмы, реакции на то, что происходит. И патогенез такого саморазрушения, потому что эти внутренние конфликты, они в любом случае ждут импульса внешнего или внутреннего, чтобы дальше раскручивать маховик внутренних нарративов, образов, динамических стереотипов, которые будут работать на мельницу, к сожалению, патогенеза. Поэтому вот эти идеи обработки информации, которые Бек черпал у Хеда, Бартлета, Пиаже и других авторов, он и поставил в угловую угла, в основу взаимодействия человека с самим собой, с окружающей действительностью и с проекцией в будущее. Перспективу человек видит на основании системы представлений и, в первую очередь, я концепции представления о себе. Сегодня в разных школах мы видим, как дальше концептуализируется и обработка информации, и того, кто обрабатывает, и того, из-за чего он обрабатывает именно таким образом. И вот концепты ценностей, концепты целей, смыслов, задач находят отражение еще в таком термине, с одной стороны, исключительно бытовом, с другой стороны, больше гуманистическом, потребности. Мы знаем, сегодня уже упоминалось, что вот пирамиду Маслоу-то знает каждый студент, конечно, мы знаем термин потребности, мы знаем пирамиду Маслоу, но акцент на тех потребностях, которые, может быть, не осознает клиент, например, эмоциональные потребности, о которых Джеффри Ян говорит в последние годы, и схема терапии, которая в целом начинает операться именно на концепт эмоциональных потребностей в статьях и монографиях Арну Дарнца. Один вариант у Джеффри Янга другой, у нескольких еще авторов есть свои на это воззрение. Но здесь мы видим акцент именно на эмоциональных потребностях, потому что они нарушены очень сильно в случае расстройств личности, с которыми как раз схема терапии, диалектика поведенческой терапии очень хорошо работает и с расстройствами личности, и вот с этими тяжелыми нарушениями, по сути, как словами Маршаля Нихан, дефицитами, с которыми сталкивается еще в младенчестве и будучи ребенком, и потом уже несет это через всю жизнь человек, где эти эмоциональные потребности не были удовлетворены, были фрустрированы. Это холодная мать по Болби, мы знаем эти эксперименты, которые восприняли и психоаналитики, и теперь все психотерапевты, даже включая когнитивно-поведенческих. Так вот, это один из аспектов, на которые нам нужно обратить внимание, но потребностей же гораздо больше, не только эмоциональные, поэтому мы видим, как важны эти потребности, но нам нужно рассмотреть шире, и Маслоу здесь еще в середине XX века стал известен именно благодаря тому, что он вернул человека к самому себе. Это есть гуманизм, когда именно человек в основе терапии. И мы видим, как медицина с этим тесно связана. Ален Миллер в прошлом году, когда проводил первый семинар, он его провел в Москве по когнитивно-поведенческой терапии боли коснулся того, как хронизируется боль именно у тех, кто пережил тяжелую боль нефизическую. С физической понятно, это модель, которая буквально отпечаток такой в нейросети наш оставляет, и мы потом болевое поведение демонстрируем для того, чтобы возник хронический болевой синдром, ну, рефлекс по Павлову, тревога ожидания усиливает гипермобилизацию, и здесь это известный патогенез, который я не буду снова повторять сейчас, но то, что боль психологическая и психическая настолько тяжелый отпечаток в нейросети оставляет, настолько значимым является именно как отвержение со стороны значимых лиц, именно как страдание, когда даже близкие подвергают тебя насилию, в том числе не только физическому или сексуальному, но морально-психологическому, унижение, оскорбление, отвержение, игнорирование иногда работает хуже, чем физическое насилие. И вот человек, травмированный таким образом, проследили судьбу, и вот ряд авторов, ну еще есть несколько десятков таких статей в подмеде, которые показывают, как это нарушает неразвитие ребенка. То есть, казалось бы, физически не было ЗЧМТ или каких-то опухолей в связи с сосудистыми какими-то, или другими иными атрофическими, например, заболеваниями головного мозга. Но мы видим задержки нейроразвития. И нарушения уже вторичные, и когнитивные, и социальные, обучение, адаптации, взаимодействия со значимыми другими. И как потом это переходит в уже соматические нарушения. Риски ранней смерти и риски органных различных системных процессов патологических, они тесно взаимосвязаны. И поэтому проследив вот так сегодня уже таким развитым научным и практическим сообществом, мы можем говорить о таких тесных корреляциях и уже понятных более четко процессах, как же происходит то, что мы называем все болезни от нервов, как происходит влияние психики на онтогенез. Поэтому то, о чем мы говорили еще в прошлом году, мы стараемся развивать в нашей ассоциации, хотели бы, конечно, через призму вот этих инноваций в институте БЭКа поговорить с вами в широком русле, уже в широком контексте о потребностях, говоря о них в аспекте не только психологическом, включая эмоциональные, но и в социальном и в биологическом. Поэтому это тесная взаимосвязь, где мы не всегда видим такой жесткий водораздел, но тем не менее это такие ключевые домены, на которые нам нужно обратить внимание. И тогда не только сбор анамнеза, не только план терапии, но и сама терапия будет более структурированной и более персонифицированной, потому что здесь нас ждет знакомство не только с симптомами, не только с анамнезом, формально собранным развитие болезни анамнезом морбе, не только с анамнезом жизни, но и со значимыми событиями. Вот эти значимые данные жизни и значимые данные детства, вот на что стоит обратить внимание в более широком контексте, в более открытом формате, чтобы мы видели, как нарушалась система отношений. Об интервизии был вопрос сегодня на круглом столе, что когда мы разбирали кейс клиентки, то мы вспомнили о системной семейной терапии. Датилио вот такой ключевой для Анжелики Васильевой герой. Несмотря на то, что она сказала, что она семейный системный психотерапевт, но она в первую очередь когнитивно-поведенческий терапевт. И Датилио умудряется в себе совмещать вот эту системную семейную терапию, но видя систему именно в когнитивно-поведенческом подходе. Так вот, нам важен не только анамнез, человек, как то, что мы прослеживаем от момента рождения. Помимо такой перинатальной психологии, нам важно и узнать историю семьи, контекст, в который развитие и воспитание человека формировало определенные устремления, определенные доминанты, определенные представления как систему, опять же. И здесь вынужденные переселенцы, жертвы геноцида становятся носителем определенных семейных скриптов, даже когда вслух не говорят ребенку о суициде близкого кровного родственника, что в семье повешенного не говорят о веревке, ребенок замечает, когда начинают переключать каналы, когда начинают замолкать или плакать родственники. И вот это невербально, на чем сегодня Сергей Александрович наставил, 90% невербально. Ну не уверен, что 90%, но точно ребенок замечает поведение значимых других. И моделями для него служат взрослые. И история семьи может быть неизвестной и незнакомой ребенку, но история сегодняшнего дня, как ведут себя значимые для него другие, она для него открытая книга, гораздо большая, чем для зашоренных взрослых. И вот здесь нам важно понимать и эти аспекты, потому что как блокируются эти устремления, как нарушаются вот эти струны несущего скелета нашей личности и эндо-скелета, говоря языком лазурского и дальше уже лор, и экзоскелета, социального скелета, какие конструкты повлияли на формирование системы представлений нашего клиента и пациента, какие ценности демонстрировала и то, что мы называем микросоциум, семья, семья как система, и макросоциум, этнос, страна, планета. и вот та система ценностей, которая перманентно вроде бы существует, но и также перманентно меняется, нет ничего более постоянного, чем временное, и это временное каждый раз меняет формы, неприходящие ценности остаются, но акценты сегодня, завтра, вчера, вот, что вошло в голову человека, и помогало ли это ему адаптироваться в прошлом, как это влияет на его процессы адаптации или приводит к расстройствам адаптации сегодня, и как это может отразиться на завтрашнем дне, хотя бы в виде модели. Вот на что настроена и современная когнитивно-поведенческая терапия, и терапия когнитивная ориентированная на восстановление CTR, и тот аспект и диагностический, и терапевтический, который мы обсуждаем в нашей ассоциации. Поэтому для нас важно быть не только в контексте мировых процессов, которые мы наблюдаем, но и в контексте нашей отечественной психиатрии, психологии, психотерапии, где и Владимир Михайлович Бехтерев, и Иван Петрович Павлов, и Борис Митриевич Корвасарский, и вот сегодня присутствовавший Виктор Анатольевич Ташлыков, говорили об этом еще десятки лет назад в своих открытиях, в своих таких перспективах, своих экспектациях, такой антиципации будущего, в том числе в русле психотерапии, показывали, как это важно. Но мы могли отмахиваться, говоря, ну это общие слова, это все гуманизм, это такая система ценностей понятная, но что конкретно, как мы можем это приспособить к нашей клинической практике. и вот здесь Раэль Касящич Назыров еще пару часов назад обращал внимание, что клиницисты как раз очень хорошо концептуализируют, потому что им приходится оперативно действовать для того, чтобы быть полезными для своих клиентов и пациентов. Именно клиническая форма уже заставляет в набат бить самого клиента, идти обращаться за помощью и толкать уже на более активные действия психотерапевта, потому что, конечно, расширять культурный горизонт мы можем годами достаточно спокойно, не особо заботясь о динамике терапевта, но здесь клиника это с одной стороны вызов, и мы здесь идем между сцелой и хорибдой. Редуцировать симптомы в этой клинике или работать с человеком как системой в более долгосрочном с одной стороны формате, в более глубоком, но более перспективном. Поэтому наша задача увидеть за деревьями лес, за симптомами системы убеждений, за произвольными автоматическими мыслями промежуточные глубинные убеждения, но и заглянуть за горизонт, а глубинные убеждения из-за чего взялись. Часто на семинарах даже базового курса возникает такой вопрос, часть аудитории считают такого человека хулиганом, ну что ты спрашиваешь, нарисованы тебе глубины убеждения последние, ну сиди спокойно и записывай. Но там в облегченном варианте ведущие обычно семинаров говорят, ну есть еще значимые данные, ну и на этом вроде как логический вопрос закрывается. А из-за чего они стали значимыми? Из-за чего это повлияло на формирование я-концепции? Из-за того, что были фрустрированы ведущие потребности. Это значение запечатлелось в нашей нейросети. И это тот культурно-исторический анализ, о котором говорил Лев Семенович Выгодский, что речи, мыслительные процессы подарены нам значимыми другими. И у нас три матрицы, не только биологическая, которая носитель возможностей рефлексии, что у нас сложная нейронная сеть обладает теперь такой способностью осознать саму себя. Но она еще начинена определенной такой психологической уже матрицей, где у нас есть по Павлову вторые сигналы, сигналы сигналов, с помощью которых формируются нарративы, формируется вот этот внутренний мир образов, представлений, то есть то, что мы называем мышлением в широком смысле слова, не только внутренняя безвучная речь, но и все картинки, которые не соответствуют текущей перцепции окружающей или внутренней действительности. Но есть еще язык, который стал посредником между вот этой системой кодов внутренней действительности и внешней действительностью, где тоже есть языковые коды, которыми ребенок обучается делиться за счет моделей, которые ему презентуют, демонстрируют значимые другие. И у нас появляется погруженность в социальную матрицу, где есть масса подарков, и подарков в прямом смысле, и подарков в кавычках, во что верить, какие смыслы, в какие ценности. И как писал на самом деле даже не в одном произведении, как акцент на этом делал занимательный мастер нарративов Виктор Олегович Пелевин, наш человек узнает о том, что он думает из телевизора. То есть его мышление структурируется вот этими кодами, которые он потом вспоминает через когнитивные искажения чаще всего как свои. Поэтому если проанализировать то, что мы думаем и заняться этим тщательно, то потихоньку вы можете вычеркивать авторство очень многих своих мыслей. Просто память вещь услужливая, ну как еще Ницше говорил, когда память сказала было, а совесть сказала не было, то память отступила, и поэтому в некоторых ситуациях наша память трансформируется в некий образ соответствующий нашей системе, в том числе вот такой системе ценностей. Поэтому мы что-то там забываем, что-то там интерпретируем, перерисовываем и вычеркиваем, и отсюда нам точно в этой когнитивной карте нужно снова разобраться, потому что там много на нас нового, и вот тех ценностей, тех смыслов и тех целей, в которые мы может быть не было до этого наноса, может быть много искусственного по дороге мы собрали, поэтому являются ли все эти ценности и смыслы нашими, нет ли в этом доли родительских посланий, иногда двойных, нет ли в этом доли влияния социума, причем не всегда доброжелательного, как мы понимаем, нет ли в этом доли манипуляций различных, и то, что Курт Левин называл еще гораздо раньше Симонова и десятка других людей, которые тоже забыли, может быть, откуда они это услышали, не стали цитировать Левина, ну, в общем, частое явление, опять же, квазипотребности, но и не Левин здесь первый, античные философы, если мы поднимем фолианты, тоже говорили о разных на востоке драконах, там, внутренних процессах, ошибки и ложных целей и смыслов, и Фрэнсиса Бэкона, можем вспомнить, тоже он давал четкие характеристики этим заблуждениям и квазипотребностям, ну, и, конечно, многим античным философам с их представлением о тенях в этой пещере, о нашей психике, в первую очередь. Поэтому такие кризисы, как сегодня, такие кризисы, как пандемию, обнажают эти внутриличностные и межличностные конфликты, умножая их кратно за счет, казалось бы, объективных обстоятельств. Но вы видите, как спички вспыхивают именно те, кто был к этому внутренне готов. И это не обязательно в такие тяжелые годы, просто, ну, в других ситуациях, может быть, требуется больше этих триггеров, стимулов, активирующих событий, но наша задача обращаться к себе, внутрь себя и исследовать, какие струны это задело. И тогда за счет чего эти струны функционируют и может быть даже и генез. Может быть, мы сориентировались неподходящим образом, что нас заставляет так реагировать, что мы сами иногда внутренне оцениваем как неподходящее, критикуем, но останавливаемся на этом. Поэтому квази-потребности это пример того, что и с потребностями это стоит разбираться. Вроде бы биологически и все понятно, но с ними это как раз проще, когда мы хотим пить или хотим сохранить свою жизнь, включаются наши инстинкты и безусловные рефлексы, но на них наслаивается очень много, где даже биологические потребности, например, в боли, мы можем не касаться сейчас отдельной категории сада-базохистов, а, например, религиозный праздник к тейпусам, когда люди протыкают себя металлическими стержнями, предметами, еще прикрепляют к ним бетонные блоки и с удовольствием тащат. Было ли это потребностью в детстве или является ли это такой безусловной физиологической потребностью получать эндорфины, энкефалины в своей нервной системе в связи с антиноцисептивной системой и ее работой в виде выбросов таких внутренних наркотиков. Как раз в этом психотерапия может быть связующим звеном с очень многими не только медицинскими дисциплинами, где мы видим уже давно междисциплинарный характер на примере психосоматических реакций и расстройств, не только расширяя грандиозную область применения современной психиатрии, не только в клинической психологии, но и в социальных процессах. Книга Бека, не знаю, честно говоря, ее судьбу, не хочется под запись говорить слух, но мы надеемся, что все-таки, несмотря на то, что она у нас в издательстве уже несколько месяцев, в переведенном и оформленном варианте, она все-таки издастся, потому что «Узники невновисти» слишком актуальная книга на сегодняшний день, но она всегда была актуальна для всего мира, но нам нужно заглянуть шире, чем контекст даже только текущей ситуации и вглубь себя, чтобы понять, как это важно и в социальном аспекте, если такие процессы, как гнев, ненависть, вражда и конфликты построены на когнитивной модели, и как она может быть полезна для этого, то мы выходим далеко за рамки клинической дисциплины, далеко за рамки только устранения расстройств или симптомов. Мы тогда идем к профилактике и превенции очень многих процессов, которые иногда требуют и такого группового, а иногда коллективного, а может быть даже такого странового процесса или общемирового процесса уже самоизлечения и самоисцеления. Ну, чтобы не увлекаться и не идти слишком далеко, я, пожалуй, на этом моменте остановлюсь и благодарю вас за внимание, готов ответить на ваши вопросы. Аплодисменты, друзья, и огромная благодарность от меня, поскольку я с удовольствием, я слушал с удовольствием и впитывал с удовольствием и понимал, что вновь отзывается вот внутри меня, отзывается абсолютно и есть у меня такое ощущение, что, кажется, я позвоню вам, Дмитрий Викторович, после форума и скажу, вы знаете, мне кажется, нужно второе образование выше. Еще раз аплодисменты вам и я бы хотел от нас, от всех выразить вам огромную благодарность и, наверное, не стану греха таить не только как спикеру, разумеется, в данном случае, потому что это почетный сертификат и это статуэтка, а как одному из тех, без кого мы бы с вами все, друзья, встретиться не смогли бы. Поэтому еще раз эти аплодисменты и огромное спасибо за доклад. Ну, коллеги, еще и как организатор, конечно, хотел бы Алла Верды сказать, что и без вашего участия ничего бы этого не состоялось, поэтому большая благодарность за совместность. Мы тщательно запомним всех вас на долгие годы, зная людей, на которых мы действительно можем опереться, зная тех, кто является нашими активными участниками и кто на самом деле создает вот это сотворчество, сопространство и совместность бытия, которая очень цена и задача форума и всех наших встреч, обсуждений в первую очередь вот такая инициация, как на Востоке это говорят, наших внутренних ресурсов, потому что поодиночке легко пропасть, как мы помним из литературы, из песен, и нам необходимо встречаться для того, чтобы не только актуализировать какие-то наши научные или практические знания, но и осознавать ценности и смыслы как раз вот в таких встречах. Поэтому мы считаем важным, что надо было собраться, не стоит откладывать жизнь потом, даже когда очень тяжело и больно. Спасибо. Спасибо. Ну и в том числе, поскольку у нас есть возможность, как уже принято это решение было и не раз, делиться каким-то мнением, делиться комментариями, я с удовольствием передам вам слово. Здравствуйте, коллеги. Я вчера читала здесь доклад и пришла специально послушать Дмитрия Викторовича. Мы с ним давно знакомы. У меня профильное образование. Я с удовольствием слушаю ваш доклад. И мне кажется, что нужно видео выложить на общее обозрение, потому что люди, современные, студенты, которые находятся в хроническом стрессе, они обязательно даже это прослушают, чтобы для себя понять. Во-первых, поблагодарим, да, давайте еще раз, потому что люди такие, как он, это уникальные люди, люди, которые качественно меняют жизнь нас, да, это редкость, на самом деле, их процентов очень мало из ста. Вы выдвинуты на соискание и вы получите в августе месяца нагрудный знак мастера психофизиологии от Межрегиональной Ассоциации психофизиологов России с благодарностью, с дипломом, вот, поэтому я его сегодня не принесла, не принесла, потому что он еще не готов, но это будет, и мы вас поздравляем, и мы гордимся тем, что вы у нас есть, правда же? Вот, он умница большая, так держать здоровье, силы, всего самого хорошего. Я пойду покупать книжки, я прощаюсь, вчера купила, библиотека есть, психофизиология, там книги есть, Дмитрий Викторовича, вот, поэтому пойду куплю и уйду дальше работать. Была рада, я вас, вот, перетянула опять одеяло на себя. Спасибо большое, очень приятный сюрприз, огромная благодарность. Спасибо, спасибо огромное. Дмитрий Викторович, если позволите, есть еще несколько комментариев, прошу, конечно, сейчас иду. Дмитрий Викторович, спасибо большое за доклад, я с интересом, вот, про ценности интересно, устремления и ценности вы разделяете, вот у меня ценность, там, когнитивно-поведенческих терапевтов, а устремления, идти или не идти, там, на лекцию, или как-то, вот, еще этим занимаетесь или нет? Сегодня Райл Кэсси даже попытался объединить когниции и эмоции, что действительно с нами это все происходит холистически, но есть некая польза в операциональных конструктах, поэтому ценности, как некая опора для этих устремлений, а устремления носят, скорее, такой динамический характер, то, от чего и куда мы двигаемся, то есть, эти устремления, например, это побег, от проблемы или это путь к решению или к интересу, к реализации, то есть, про кризисы мы много говорим, но здесь вот наглядно работает эта актуализированная или такая современная модернизированная модель института БЭКа, что, когда мы говорим о кризисе, ну, вот там, пресловутый кризис середины жизни, что человек воспринимает это как середину и движение там к гробу, к концу, к инволюции, к разрушению, или он воспринимает это как движение к жизни. И вот здесь, возвращаясь опять к Андрею Владимировичу Гнездилову, если мы не можем увеличить количество дней, мы добавляем к ним глубину. И вот устремление, это как раз то, что, может быть, физически не увеличит там количество дней, но они наполнят глубиной, смыслом. И как раз ценности, они являются агглютинацией смысла. То есть, когда ценности формируют вот эту точку опоры, дальше мы рисуем эту перспективу. И устремление, отталкиваясь от этой системы ценностей, наполненной смыслом, дает нам эту перспективу и возможность этого движения. Устремления как раз обрываются депрессией, обрываются смысловым экзистенциальным кризисом. И тогда вот эта натянутая струна, она как будто лопается. И тогда мы видим динамическую модель, то есть, динамический стереотип по Ивану Петровичу Павлу, что нас поддерживало и вдохновляло, и что вдруг лопнуло, треснуло или оборвалось. И поэтому разделение на ценности и устремления, оно, конечно, условно, но если сказать о динамическом стереотипе по Ивану Петровичу Павлу, то устремления позволяют нам, опираясь на ценности, двигаться вперед в достижении своих целей. Спасибо большое. Большое спасибо. Есть еще пара вопросов, комментариев. Если вы не против, то с удовольствием озвучусь. Прошу. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы поблагодарить вас в первую очередь, поблагодарить ассоциацию всех спикеров и всех моих коллег. Я просто влюблена в психологию, я не психолог, хотя у меня есть психологическое образование. Будучи студенткой психологического факультета, я, конечно же, слышала о КПТ, но именно благодаря вашей лекции, вашим видеозаписям я влюбилась в КПТ направление и выбрала данное направление осознанно. Я очень рада. И благодаря ассоциации, благодаря вас, Алисы Игоревне, я спустя год находясь в этой атмосфере, я очень изменилась. И я очень-очень благодарна вам признательным за вашу деятельность, за ваш труд и за все. Спасибо. Спасибо большое. Это очень такое сердечное ваше признание, потому что как раз это и наполняет и дополняет нашу работу смыслом, когда мы видим, что это помогает загореться этим интересом другим людям и что это помогает нам все-таки донести то, чем мы хотим поделиться. В первую очередь, любовью к когнитивно-поведенческой терапии, потому что, ну, как в анекдоте, все без любви грех, все без любви бессмысленно и плохо. Поэтому любовь, которую мы увидели в глазах Фримена, в глазах Бека, в глазах Джуденбек, они смогли объяснить, а в чем же здесь смысл, а в чем ценность, а для чего это нужно. И вот мы стараемся уж как можем своими словами это донести, чтобы это тоже стало понятно и зажгло этот интерес и к этому направлению и к психологии в целом. Спасибо. Большое спасибо. Да, всем здравствуйте. Меня зовут Илья Борсов, я психолог. Я хотел отметить великолепную организацию форума, хотел сказать вам тоже большое спасибо. Очень качественные доклады, просто мозг взрывается и все очень интересно. И я хотел задать вопрос. Вы сказали, что на самой глубине находится фрустрация наших значимых потребностей, а есть ли какие-то качественные исследования или мысли по поводу того, почему, например, на нашей стране и во многих других есть детские дома, и люди в очень ранном возрасте попадают в одни и те же условия, но при этом потом по жизни некоторые из них, пусть малая часть, хорошо реализовываются и функционируют, а другие нет. И вот почему в одних и тех же условиях условно эти фрустрирующие события влияют одним образом, а на других по-другому? Спасибо. Спасибо большое. Здесь несколько таких аспектов, которые нужно осветить. Говоря о том, что наши какие-то потребности фрустрируются, на самом деле это неизбежно. Мы не можем только с положительным сталкиваться в своей жизни. Но насколько тяжело они или хронически фрустрированы, вот здесь это может большой вклад в патогенез формировать. Но и есть те потребности, которые были удовлетворены. Там, где мы чувствуем себя уверенно, там, где мы чувствуем себя спокойно, там, где мы чувствуем баланс, такой гомеостаз, если говорить медицинским термином, термином Уолтера Кеннона, который вдохновил уже там Ганса Селье для того, чтобы тот распространил концепцию стресса с просто психологического на уже универсальный, касающийся многих функций нашего организма. И поэтому мы опираемся и как психиатры, и как психотерапевты, и как психологи на биопсихосоциальную модель. Поэтому, конечно, в детском доме может собраться много детей с разным прошлым, но и биологически разным прошлым, и психологически, и социально. И вот этот росток, он дальше в антогенезе таком развивается со стороны всех этих факторов. И то, как воспримет ребенок, то, что его там буллингом, не знаю, или троллингом достают его соклассники, одноклассники, или как к нему отнеслась учительница, это не то, чтобы, так скажем, жесткая детерминанта его биологии и предшествующих каких-то психологических конфликтов и социальных. Здесь мы понимаем, что на основе вот этой совокупности возникает не просто возможность рефлексии, но и та самая свобода воли. Потому что мы сейчас сталкиваемся с колоссальными такими попытками грандиозными обесценить выбор человека и обесценить эту свободу воли. И биологизаторские, что за 8 секунд до сознания у человека уже есть решение. Ну, это автоматические мысли, если говорить языком БЭКа. Это убеждения, которые уже направляют неосознанные процессы потом в осознание. Поэтому это не значит, что решает, не знаю, просто обмен моноаминов в синаптической щели за тебя. Это значит, что там колоссальный процесс. Это 86 миллиардов нейронов, 150 триллионов связей, как суперкомпьютер жужжат, и мы видим уже некую тенденцию, что они выйдут на гора. Но это не значит, что это детерминировано биологически, психологически или социально. Это в совокупности влияет на выбор, но человек может его изменить, как раз за счет рефлексии. И поэтому, когда мы говорим о том, что человек социальное животное, или биологически детерминированное, или промыванием мозгов, брейнвошингом, да, можно проманипулировать им. Но психотерапия призывает не к тому, чтобы новой манипуляцией что-то обрубить, отрезать или пришить, а чтобы человек вернулся к самому себе, чтобы он научился сам с собой и разбираться, и работать, и меняться. Поэтому КПТ предлагает делегировать терапию без остатка самому человеку, чтобы его свобода воли и его свобода выбора лежала в основе его саморазвития, а не мы выбирали за него, как правильно думать, что правильно делать, во что верить и какую систему ценностей иметь. То, что мы ему на бумажке запишем или в виде готовой инструкции выдадим, может стать обременением для него, потому что это наши ценности и смыслы, а ему нужно найти свои, или точнее осознать и развивать свои. Поэтому, конечно, есть такая точка старта, точка входа, но жизнь показывает, что человек может меняться, и даже если у него там жизнь выдала не самые подходящие карты, включая когнитивные, он может играть ими по-разному. Поэтому, на что мы будем обращать внимание и как мы дальше будем свой вклад осуществлять в процесс развития своего, будет влиять обратно и на саму нейросеть. Будет она развиваться или будет она чахнуть, зависит в том числе от нас. И примеры нейрореабилитации пациентов с депрессией, пациентов с депрессией и инсультом комармидные показывают, что если человек уходит как в штопор в депрессию, шансы на выживание, например, после инфаркта миокарда в четыре раза меньше при депрессии, чем без депрессии. То есть человек почти не жалеется получается. То же самое приблизительно с сосудистыми коллапсами на примере инсульта. И это показывает нам роль выбора, роль этой свободы воли, которую могут, конечно, когнитивные искажения заслонять, но если мы поможем человеку не в виде заплатки и костыля в плохом смысле слова, а в виде проводника к этим ценностям, смыслам, мыслям, возможностям их менять, возможностям их менять, мы можем вернуть человеку эту свободу, которую он сам иногда теряет. Ну, как сейчас, выбор в пользу эвтаназии кажется хорошим решением. ЭО хорошее, тонатос, смерть, но это иногда синдром хронической усталости, и является ли это терапией во всех смыслах слова, или это просто часть современной экономики общества потребления, дорого тебя содержать, и профессор Морозов в институте Бехтерева с блестящим докладом выступил как раз 12 мая, не так давно, рассказывая о том, что до такого доходят, до подмены уже понятий, для чего медицина, для чего мы помогаем людям, не только им благополучно уйти из жизни, но, может быть, наполнить жизнь смыслом, которое позволит им сделать выбор в пользу жизни. Поэтому ребенок еще более уязвим ко всем этим воздействиям, но даже там есть выбор. Если Франкл нам подавал пример, как в концлагере есть выбор, то в любой момент у нас он есть, только поможет нам кто-то еще в сложный момент вернуться к этим смыслам, осознать и начать меняться в более подходящую сторону или подтолкнет падающего, что давай, тебе уже ничего не поможет. Поэтому выбор за человеком на любом этапе развития, на самом деле. Дети это интуитивно чувствуют и тянутся к тем людям, которые поддерживают, а не отталкивают. Спасибо. Большое спасибо.